и снова всем привет это наше 14 занятие по созданию дизайна интерьера вот этой двухкомнатной квартиры в программе 3ds max и на этом занятии мы будем развешивать шторы по окнам по вот этим балконным проемом и уже двигаться дальше это уже заключительная серия наших уроков с прошлого занятия у нас осталась вот такая вот меблированная квартира ссылку на прошлое занятия оставляю в описании также под каждым видеороликом вы найдете ссылку на первое занятие из этого курса и vk а под каждым роликом будет ссылка на предыдущие и на следующее занятие так что вам будет очень удобно пройти весь этот курс с нами и также будут ссылки для того чтобы скачивать необходимые модели для видеоуроков так что подписывайтесь и проходите эти уроки вместе с нами также я создала такую вот группу в которой собраны все эти видео уроки в одном месте и вы Вы сможете также задавать здесь свои вопросы, писать комментарии, и мы будем обсуждать непонятные вам вещи. А сейчас давайте импортируем тот файл, который у нас находится по ссылочке в описании к этому ролику. Скачайте его, сохраните его в папочке с этим проектом, разархивируйте его и нажмите импорт, мердж. И вот он у вас в вашей папке должен называться вот так, шторы. Вот, откройте его, и вот этот вот файл максовский, нажмите open. Выделите все, уберите свет, камеры, помощники и остальной мусор, и нажмите авторенейм. Через некоторое время он у вас опять запросит авторенейм, это сперва было переименование моделей, потом материалов. И вот мы видим, что у нас импортировался вот такой вот небольшой комплект штор для нашего с вами интерьера. Давайте начнем со шторы спальни. Вот такая вот штора с откинутыми краями. Очень красиво и так эффектно выглядит. Подходит по цвету текстиля к постельному белью. Вот и вообще выглядит довольно-таки презентабельно. Когда мы импортируем шторы и вставляем их в сцену, нужно, важно следить за тем, чтобы они ложились у нас красиво и эффектно. Вот если они у нас набегают на тумбочку, это не есть хорошо. В данном случае нам будет целесообразно попробовать сдвинуть тумбочку в сторону. Вот таким вот образом, для того, чтобы у нас эта штора не набегала на край. Если она все-таки набегает на край тумбочки, то здесь есть два варианта. Либо вы можете отмасштабировать эту штору вот так вот по толщине, то есть уменьшить ее толщину. Но сильно этим злоупотреблять тоже нельзя. Вот немножко это сделать можно. Если вы сделаете ее слишком плоской, то она будет не фотореалистична. Поэтому вот так вот немножко сузили ее и опять немножко придвинули к стене. У вас появилось еще такое некоторое буферное расстояние, которое можно использовать для передвижения этой шторы вправо-влево. Вот и таким образом мы видим, что штора у нас легла хорошо. Высоту этой шторы мы отрегулируем потом. Когда будем делать потолки сейчас, мы просто ее по ширине с вами вешаем так вот, как нам хотелось бы, чтобы она висела. Потом она будет спрятана в потолок специальный, в карман специальный для штор. Так что все у нас будет хорошо. Вот это вот у нас штора для детской. Если мы посмотрим ее название, то так она и называется. Штора детская. Ее мы также сюда импортируем. И поворачиваем так, чтобы она у нас была параллельна нашей стене с окном. И вот в этот угол мы ее вот таким вот образом вешаем. Вот недопустимо, чтобы у нас торчали кусочки стены из-под шторы. Но и недопустимо также, чтобы штора висела слишком далеко от окна. Поэтому во всем должна быть мера. Вот так вот, повесив эту штору, мы будем иметь довольно-таки неплохой вид. И у нас остались две римские шторы. Это у нас штора римка кухня. Мы ее вот сюда подносим. Поворачиваем ее на 90 градусов. Поворачиваем таким образом, чтобы вот эти складки были внутрь кухни, не наружу. То есть не вот так вот ее разворачиваем, а вот так. То есть складками внутрь. Вот так складки у нас должны смотреть внутрь. И вот так вот мы ее сюда пробуем вписать. Она у нас должна встать точно. Если немножко она по ширине не подходит, то штору допускается вот так вот масштабировать. Потому что штора у нас может быть любой длины, ширины и высоты. То есть эта штора шьется из ткани. Она может быть любых размеров. Поэтому шторы можно масштабировать. Другие предметы, всякие мебель, аксессуары масштабировать нельзя. Потому что у них размер фиксированный. Мы его изменить потом не сможем. Также мы берем римку для балкона. Также ее вешаем этими выпуклыми складками внутрь помещения. Поворачиваем на 90 градусов и примыкаем ее к стене. Вот таким вот образом. Она у нас слишком высоко висит. Мы ее немножко опустим. Вот. И смотрим. По ширине она нормально. Далее мы с помощью кнопочки shift сдвигаем и нажимая copy. Не instance. Потому что ширина вот этой вот шторы будет немножко отличаться. Как видите, она у нас находит и на эту штору, и на стену. Поэтому мы ее немножечко масштабнем в сторону уменьшения. Смасштабируем. Вот таким вот образом меня устраивает, как она ложится. И также копируем ее сюда. Тоже с помощью кнопочки copy. Здесь немножко ее расширим. Вот так вот. Вот так же ее придвинем. И вот у нас уже висят римские шторы. Уже можно делать потолки с карманами для штор. Настраивать свет и двигаться дальше. Так что подписывайтесь на канал и следите за нашими дальнейшими уроками. Если вы хотите пройти наше обучение индивидуально по скайпу. И получить сертификат и профессию новую. То пожалуйста добавляйте вот в этот скайп. И пройдем с вами весь курс обучения дистанционно. Так что подписывайтесь на канал. Всем всего доброго. Счастливо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в 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 Добро пожаловать. Продолжение следует...